Играет музыка Я нахожусь возле здания апелляционного суда города Киева, где так и не состоялось заседание по рассмотрению апелляции на определение Печерского районного суда по об изменении меры пресечения моему подзащитному Гончаренко Виталию, Харьковскому Беркуту. Сегодня попытались нас, будем так говорить, сбрить судебного заседания. Вышел секретарь, сказал, что заседание снимается в связи с тем, что не доставили Гончаренко и судья в отпуске, поэтому дату нам скажут позже. Учитывая тот факт, что у нас уже 23 апреля заканчивается срок содержания под стражей, а мы не можем добиться заслушивания нашей апелляции, я принял решение приковать себя наручниками клетки в зале суда и добиться хотя бы повторного перераспределения моей апелляции. Я понял. Скажите, что мне сказать своему подзащитному о том, что он, имея право на апелляционное обжалование, которое должно произойти в течение трех дней после подачи апелляционной жалобы, уже месяц просидел в СИЗО по незаконной ухвали, я считаю, суда. А мы даже не можем рассмотреть эту апелляцию. Что мне сказать? Может быть, не каким-то образом другим действовать? Как защищаться? Ну как? Так. Вот сейчас все поедут домой, прокурор поедет домой вечером, я вернусь домой к своей жене. Гончаренко сидит в тюрьме. Незаконная ухвала, мы считаем. Дайте нам право ее обжаловать. Вы привезли Гончаренко первый раз. Уважаемый суд, при всем своем уважении к вам, я не могу позволить себе ждать, пока мой подзащитный будет сидеть в тюрьме. Я считаю, что это является недопустимым нарушением прав человека, поэтому я с удовольствием посижу и подожду, пока моего подзащитного доставят для рассмотрения соответствующей апелляционной жалобы. Вообще никаких проблем нет. Пожалуйста, проводите перераспределение, делайте, что хотите. Гончаренко должен хотя бы услышать доводы апелляционной жалобы. Скажите, пожалуйста, у вас на счет возрога я сегодня заскочила? Вы видите, что сделано это в связи с тем, что апелляционная жалоба, которая подана на определение Печерского районного суда в отношении моего подзащитного Гончаренко, к которой было изменено меры пресечения ему, до сих пор не рассмотрена. К 21 часу было достигнуто компромиссное решение с руководителем аппарата апелляционного суда, а также заместителем председателя апелляционного суда города Киева о том, что повторное перераспределение будет проведено, и оно проведено. Есть протокол повторного автоматического распределения. Дата судебного заседания в соответствии с порядком, который установлен в апелляционном суде, будет известна завтра к обеду. Я об этом, естественно же, сообщу всем желающим это знать. Спасибо всем тем, кто меня поддержал, кто был сегодня со мной, кто поддерживал меня дистанционно. Я считаю, что пора двигать ситуацию в правовое поле. Субтитры создавал DimaTorzok